Основные герои книги – два отца Роберта Киосаки. Один из них – его настоящий отец, а другой, сыгравший большую роль в становлении Роберта миллионером и научивший его всему, – отец его близкого друга. Его настоящий отец был доктором наук и преподавал в университете, а другой отец, закончив всего 8 классов, окунулся с головой в жизнь и учился всему на опыте. Оба зарабатывали достаточно, чтобы прокормить себя при жизни, однако второй отец при смерти был одним из богатых людей на Гавайских островах, который оставил своим детям десятки миллионов долларов, а другой, настоящий отец, после смерти оставил детям лишние оплаченные долги и налоги. Зарабатывание денег – своего рода наука, которую не обучают в университете либо в школах. То, чему обучают в школах, – лишь путь к построению карьеры. Именно поэтому во многих семьях родители прокладывают детям один и тот же путь. Если ваши родители не из тех людей, самостоятельно разбогатевших своими усилиями, то есть не из одного процента, то они скорее научат вас, как быть бедными. Не потому, что они не желают вам добра, а потому, что сами не знают и не считали данную книгу, чтобы как-то изменить свое мировоззрение. То же самое было и у меня. Моя семья не составляла тот самый один процент моего окружения. Они, вместо того, чтобы учить меня, как разбогатеть, сами того не ведая, учили меня бедности. Всю жизнь они мне советовали поступить в университет, получить профессию, найти работу и получать зарплату. Даже были такие времена, когда при наличии собственного бизнеса они спрашивали, «Ох, если бы ты устроился на работу, как было бы хорошо! Ты хотя бы ищешь работу, сынок!» Именно поэтому в свое время я нехотя поступил на юридический факультет и пошел по тому пути, который им был по душе. Но после того, как я прочитал книгу «Богатый папа, бедный папа», я понял, что эта книга научила меня большему, чем то, чему учат 4 года обучения в университете. Именно авторы такого рода книг, ставших для меня богатым папой, сыграли большую роль в моей жизни, и в конце первого курса университета я стал заниматься собственным бизнесом. Если вы, как и я, не родились в числе 1% богатейших людей, то вам обязательно стоит прочесть данную книгу Роберта Киосаки. Многие из нас думают, что крупная зарплата решит наши материальные проблемы. Но на самом деле наши проблемы решают небольшое количество денег, а знания, благодаря которым мы можем их заработать. То есть проблема многих из нас заключается в том, что мы работаем ради денег, тратим силы и время на получение хорошей зарплаты. Да, вначале мы должны работать для того, чтобы заработать и собрать определенное количество денег. Но если мы хотим разбогатеть, то вскоре мы должны сделать так, чтобы деньги работали на нас и приносили нам еще больше денег. Для этого мы должны понять два финансовых термина. Активы и пассивы. Если даже вы проходили учеты финанса, то давайте отложим полученные знания и объясним данные термины более понятным языком. Активы – это такие вещи, которые увеличивают ваш доход. Пассивы же отнимают ваши деньги. Все, что угодно, может быть как активом, так и пассивом. Например, если у вас есть машина, на которую вы тратите в месяц 200 долларов, то машина – пассив. Но если у вас есть машина, которую вы сдаете в аренду и при этом получаете 200 долларов, то в таком случае она – актив. Число активов, к примеру, входят собственный бизнес, недвижимые или движимые объекты, которые приносят доход, акции компании и так далее. Число пассивов же входят различные вещи и объекты, не имеющие особого значения. Дорогие телефоны, машины, большие дома, вещи, взятые в кредит и так далее. Понимать разницу между двумя терминами очень важно. Знаете, почему в большинстве богатые люди продолжают богатеть, а бедные еще больше виднеть? Потому что богатые заработанные деньги вкладывают в актив, а бедные, наоборот, в пассив. Поэтому после определенного количества времени уровень жизни либо не меняется, либо же ухудшается. Например, вместо того, чтобы тратить заработанные деньги на новые телефоны или же новые машины, лучше вложить данные деньги на что-либо, что принесет дополнительный доход. Я не покупаю себе одежду известных брендов, последние модели телефонов, машин и так далее. Люди, которые знакомы со мной на данный момент, знают, какой моделью телефона я пользуюсь. Именно поэтому с 17 лет до сих пор я реализовал десятки бизнес-проектов. Было время, когда я терял много денег, а было время, когда я, наоборот, приобретал. Однако, даже теряя, я получал взамен бесценный опыт, который помог мне в дальнейшем при новых вложениях. Если вы думаете, что проиграете, открыв собственный бизнес, либо вложив в другой, то помните, если вы вместо этого купите новый телефон, учитывая, что ваш старый работает, либо же при рабочем телевизоре купите новый, или же потратите зарплату на новую машину, то в скором времени, учитывая все аспекты, в том числе инфляцию, вы потеряете гораздо больше, к тому же, не приобретете какой-либо опыт. Также у вас не будет возможности заработать еще больше. Я уже не говорю о вещах, которые мы берем в кредит. Если вы приобретете что-то в кредит, то вы устроите себе лишние расходы и будете зависимы от них. Да, со стороны люди будут думать о том, как вы богаты. Посмотри, какую машину он водит, или же каким телефоном он пользуется. Но на самом деле, ваш карман будет пуст, и вы никогда не станете обеспеченным. Однако, если вы вложитесь в какой-либо бизнес, в худшем случае, если дела пойдут не так хорошо, то вы потеряете собственные деньги, как и в предыдущем варианте. Но благодаря этому, вы заработаете бесценный опыт, который поможет вам при ваших следующих амвестициях. Теперь согласитесь, что это принесет вам больше пользы, чем каналы и сериалы, которые бы вы смотрели, если бы купили или взяли в кредит новый телевизор. Помните, опыт делает вас умнее. Возникает вопрос, если я не смогу тратиться и покупать то, что хочу, то почему я зарабатываю эти деньги? Понимаете, дело не в тратах, а в том, как увеличить собственный доход и как правильно распоряжаться собственными средствами. Представим, что доход семьи составляет 1000 долларов, и для того, чтобы покрыть собственные потребности, требуется 500 долларов в месяц. Конечно же, все мы хотим лучшее. В этом нет ничего удивительного. Из оставшихся 500 долларов вы можете потратить 150 либо 200 на то, что желаете, потому что вы можете вложить оставшиеся 300-350 долларов в какой-либо актив и получить возможность увеличить ваш доход до 1200-1500 долларов. Учтите, что речь идет не конкретно о 1000 долларов. Это может быть и 1 миллион, и 300 долларов. Каждый по стечению определенного количества времени высчитывает собственные доходы и расходы. Самое главное не то, сколько вы зарабатываете, а какую часть из этих денег вы можете накопить. Поэтому самый важный урок, который вы можете получить из этой книги, следующий. Люди с психологией бедности всю жизнь работают ради денег и думают, что увеличение их зарплаты решит все их проблемы. А люди с противоположной психологией после того, как собирают определенное количество денег, пытаются пустить их в оборот, сделать так, чтобы деньги работали на них и тем самым увеличивать свой доход. Если вам понравилось данное видео и вы хотите видеть больше подобных работ на нашем канале, то подписывайтесь на канал Опыт Икс в YouTube. К тому же, если я принес вам какую-либо пользу, то не забудьте поделиться данным видео с вашими друзьями. Таким образом, вы также принесете пользу им. Не забудьте также лайкнуть наше видео, потому что при большом количестве лайков YouTube автоматически предлагает посмотреть данное видео другим. Спасибо.